Приглашается, у нас теперь предстоит двойной доклад, и я скажу буквально пару слов о наших замечательных докладчиках. Очень кратко, потому что иначе мне пришлось бы говорить достаточно долгое время. Доклад коллег из Москвы, профессор Борис Братусь и Наталья Инина, называется «Прощение и примирение как ценности зрелой личности». И первым выступит профессор Борис Братусь, профессор Московского государственного университета и Российского православного университета. И, наверное, вы могли увидеть некоторые из книг на продаже здесь. Я просто получила в подарок очень увесистый том книги, который я читала много лет назад, и я теперь поняла, что эта книга, которая действительно стала классикой, аномалией личности, она увеличилась в три раза, и это показывает, что с того времени, когда она была издана, она действительно только созрела, то есть если мы говорим о зрелости. И Борис Сергеевич Братусь приезжал к нам на конференцию в ноябре и рассказал о таком направлении, как христианская психология. И тоже в качестве рекламы первый в России учебник по христианской психологии вышел в издательстве Российского православного университета, правильно? И получил премию за лучший учебник. Борис Сергеевич начнет доклад и продолжит Наталья Ленина. Мне пару слов тоже придется о вас сказать. Наталья – коллега Бориса Сергеевича по Российскому христианскому университету, факультет психологии, автор книг, методик. Она будет проводить в субботу мастер-класс по методике, которую она сама разработала на тему испытания детства, то есть методика работы с внутренним ребенком. И вы, наверное, расскажете гораздо лучше, чем я об этом. Спасибо. Спасибо большое, Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие коллеги, братья и сестры. Прежде всего я бы хотел от своего имени, от имени своего соавтора поблагодарить за это приглашение на замечательную конференцию. Причем особенность этой конференции состоит в том, что это не разовое мероприятие, а, по сути дела, из года в год здесь, так сказать, выжигается такой огонь, пусть и небольшой, но который освещает, как и полагается, во тьме. Проблема конференции. Я буду придерживаться текста для того, чтобы нашим уважаемым переводчикам было легче. Проблема конференции действительно грандиозна, просто грандиозна, и эта проблема, остающаяся неизменно актуальной во всем мире и во все времена, но сейчас она как-то особенно остра и опасна, потому что вместо, так сказать, вместо примирения мы наблюдаем раздувание вражды, вместо прощения мы повсеместно наблюдаем, так сказать, распознавание все больших и больших обид, и раздувание того, что называется враждой. И, конечно же, говорить об этой проблеме надо, и это классическая проблема богословия, иногда на нее переходят экономисты, иногда политики, давая те или иные рецепты. Ну и что мы можем сказать об этом, так сказать, мы психологи. Мне кажется, что при всей важности этой проблемы один ее аспект как-то западает. Этот аспект связан с тем, что в основе примирения, в основе примирения, в основе покаяния лежат не только мудрые слова, положения, случаи, но и они проходят через конкретное сердце человека, они проходят через его конкретную психику, через его конкретную историю. И поэтому психологи, которые профессионально занимаются этим, этим я имею в виду психикой, внутренним миром человека, его особенностями, они совершенно необходимы, потому что мы должны изучать эту проблему не только, скажем, на больших массивах, там народы, пожилые люди, молодые люди, русские, эстонцы и так далее. Мы, по сути дела, должны иметь какие-то по возможности ключи каждой конкретной индивидуальности. И каждая конкретная индивидуальность имеет некоторые законы и закономерности, которые там худо, бедно, хорошо или плохо, но изучаются психологией. Вот мы с моим уважаемым, так сказать, с автором Натальей Владимировной и Ниной мы являемся представителями так называемой Московской школы христианской психологии. Это школа, которая потихоньку создавалась где-то с 90-х годов, вот куда входит мой друг и упомянутый отцом Хрисанфом Виктор Иванович Слободчиков, Фёдор Ефимович Василюк и целый ряд других имён. И в этом плане для нас конкретный человек, он исследуется в неком контексте. Понятно, что для нас этот контекст, это контекст христианской антропологии, контекст христианства. И можно назвать, так сказать, нашу задачу одним из слов из христианского учения – это трезвение человека. В Евангелии часто мы слышим, читаем, как Спаситель говорит, «Ибеющий уши да слышит». Вот, то есть само наличие ушей и, так сказать, восприятие слухового, оно ещё не гарантирует, что человек слышит. Это констатация того, что нам надо начинать с понимания, как он слышит. Вот этот конкретный человек, самые замечательные слова или самые плохие слова, как он субъективно слышит, как он их понимает, как он видит происходящее. И только тогда мы, собственно, можем с этим человеком делать некий поворот, вернее, давать условия к тому, чтобы получился поворот к действительному, реальному миросозерцанию, трезвому взгляду на мир. А этот трезвый взгляд на мир с неизбежностью приведёт его к пониманию того, что есть Творец, и пониманию того, что он пришёл в этот мир не случайно. Ну, напомню всем известные слова апостола Павла. «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится, теперь мы видим мир, как сквозь тусклое стекло, гадательно». И вот, собственно, христианская психология в этом плане, она занимается тем, что учится видеть человека в его неприукрашенной конкретности, в том, в чём он сейчас находится, в том, в чём он сейчас живёт. Иными словами, говоря профессионально, мы начинаем с психологической диагностики современного, то есть в большинстве, за исключением, конечно, этой аудитории падшего человека. И затем уже на основе этого, исходя из этого, начинаем осторожно поворачивать, насколько это можно, прочищать его смысловую оптику, так, чтобы он начал видеть не как сквозь тусклое стекло, гадательно, и вершина этого – познать по слову апостола Павла себя так, как мы уже познаны Богом. Выше нам не подняться, но ниже нельзя править, устремляться. Ясно при этом, что прощение, понимание метанои, их качество и глубина напрямую зависят от уровня конкретной личности. И взросление в этом плане есть рост духовный, восхождение от меры в меру этого понимания. И, по сути дела, только духовно выросший человек может по-настоящему понять и простить. Только его мы можем строго назвать взрослым, то есть дорожшим до меры человека, готовым увидеть впрямую и принять мир, войти в него как сознательное и действующее начало. Понятно, что в нашем кратком докладе мы не сможем сколь-нибудь подробно представить психологические вопросы взросления и его связи с прощением и пониманием. Поэтому ограничимся лишь некоторыми подходами и некоторыми пониманиями, для чего я, собственно, с удовольствием представляю слово практическому христианскому психологу моей коллеге Наталье Владимировне Ининой. Спасибо. Добрый вечер. Я присоединяюсь к поприветствиям и благодарностям Бориса Сергеевича. И прежде чем начать как-то, так сказать, относиться к докладу, в котором, конечно, я буду придерживаться текста, чтобы упростить работу наших замечательных переводчиков, которым большое спасибо, выражу просто свое очень такое приятное недоумение, приятную растерянность, потому что, я бы сказала, целебные чувства я здесь испытываю вот целый день. Для терапевта это очень такое редкое чувство. Совершенно очевидно, что доклад, который я приготовила, в общем, не имеет никакого отношения к здесь присутствующим. и уж тем более к детям, которые растут и развиваются в этих стенах. Но мне и моим коллегам приходится день за днем иметь дело с людьми, которые обращаются с большой болью, с очень, так сказать, таким большим внутренним опытом травмы, который очень часто они не осознают. И, в общем, этот доклад посвящен как раз таким страдающим людям, которым не повезло быть здесь и учиться здесь. И очень бы хотелось, конечно, пожелать всем нам, чтобы таких оазисов духовной и психологической красоты и такого здоровья было бы все больше и больше. Итак, прощение и примирение являются условиями христианской жизни. Так же, как свобода, ответственность, нравственный выбор, мужество быть подлинным перед лицом вызовов современного мира. Все эти качества христианской жизни напрямую связаны с переменой ума, с метаной. Но почему же огромное количество людей, искренне стремящихся войти в такую полноту жизни, в такую глубину христианского бытия, наталкиваются на невидимые преграды. Очень часто люди обращаются с вопросом «Я хочу простить, но я не могу, но ведь я же должен». И такая борьба может продолжаться годами, десятилетиями. В чем же дело? И как человеку в этой борьбе может помочь психология, христианская психология? Работу психолога Франкл сравнивал с работой офтальмолога, который дает людям видеть мир таким, каков он есть на самом деле. О том же говорил и выдающийся христианский философ и богослов Борис Вашеславцев. Самое важное, говорил он, самая ценная и самая трудная функция сознания, дарованная человеку Богом, это способность видеть реальность. Однако это требует от человека огромного внутреннего напряжения. В результате человек бежит от реальности и от себя и попадает в различные формы патологии, утрачивая связь с бытием и самим собой. В дневниках Толстого можно найти следующую запись нащупать наконец свое бытие по-настоящему, дойти наконец до воистину реальности своей личности, отбросив все мифологемы о ней. Я бесконечно плох, но кому-то нужно, чтобы я был хорош. Итак, прежде чем мы зададимся вопросом, что же мешает нам быть подлинно христианами, сформулируем, а что значит быть христианином, каким человек призван быть перед лицом Бога. Прежде всего, он призван быть личностно целостным, то есть интегрировать в некое целостное единство все разобщенные, разрозненные части себя. Как говорил владыка Антоний Сурожский в беседах с прихожанами, тебя не спросят на том свете, был ли ты апостолом Павлом, тебя спросят, был ли ты Петей, то есть самим собой, быть самим собой, жить свою жизнь, тем более перед лицом Бога, возможно, только, если ты есть. При этом человек призван являть определенную степень зрелости, брать на себя ответственность за последствия свободно выбранных решений. Христианство обращено к зрелому человеку, способному удерживать напряжение жизни, нести груз свободы, не путая ее со вседозволенностью, брать на себя ответственность за выбор и за последствия, при этом не отбирать ее у других, оставляя им право на свой собственный выбор, иметь мужество отказаться от готовых решений и идти за собой за едва различимым голосом Бога в собственной душе, не имея никаких гарантий. Иметь веру и идти за Христом не только в период благополучия, но и в моменты тяжелых испытаний. Такой подвиг жизни по плечу лишь зрелой личности, лишь такая личность может быть способна к прощению и примирению с миром, с людьми и с самим собой. Такую высоту и глубину трудно выдерживать человеку взятому в плен невротическими кривыми зеркалами, человеку потерявшему связь с основами своего личного индивидуального бытия, не способному выдерживать груз взрослой жизни. Надо сказать, что соединение религии и невротического сознания крайне опасно, поскольку может порождать самые уродливые формы невротической религиозности, такие как фанатизм, суеверие, нетерпимость, обредоверие и так далее. Далее. Человек призван быть зрячим, мочь видит реальность. Здесь уже звучала эта фраза Силуана Афонского «Держи голову в аде и не отчаивайся». Речь идет о способности видеть свое несовершенство, несоответствие тому, каким ты можешь и должен быть, но видеть это в любви и сострадании, в принятии и прощении, протягивать руку помощи как самому себе, так и ближнему. Феофан Затвордник говорил о друге Христовом, который живет в нас. Если мы отвергаем его, не видим его, то мы отвергаем и не видим самого Христа. Способность видеть самого себя открывает зрение и в отношении других людей. Мы начинаем видеть и их несовершенство с той же бережной любовью, состраданием, с пониманием и прощением, возлюбленного как самого себя. Итак, мы можем сказать, что одна из основных задач христианской психологии состоит в том, чтобы помочь человеку повзрослеть, войти в миру своего возраста, своего личностного роста. Речь идет, конечно же, не о социальном взрослении, подразумевающем способность человека жить в обществе людей. Речь как раз идет об экзистенциальном взрослении, мужестве быть перед лицом вечности. Оно в обретении личностной и душевной целостности, способной на самопожертвование, в твердости внутренних основ, соединенной с чуткостью и принятием, глубинной свободой выбора и собственного решения, не противопоставляющей человека миру, а напротив, связывающей с ним. В этом и состоит главное условие метанои, перемена ума и сердца. Вернемся к вопросу, как все это возможно и возможно ли. Какова здесь роль психологии? Конечно, невозможно выстроить одну единую модель по отношению к человеку, которого древние называли микрокосом. Но нам надо понимать, к какому уровню, этажу, пространству личности мы обращаемся, изучаем и пытаемся понять, что происходит с человеком, где это в нем происходит, являются ли адекватными те методы и средства, которые мы используем, чтобы помочь человеку. Попробуем описать некоторые психологические механизмы и рассмотрим типичный процесс расщепления современного человека, представленный в схемках. Итак, начнем со схемы, которая отражает некую первичную целостность. А это, конечно, возможно лишь в раннем детстве, в котором нет еще никакой расщепленности, нет ничего, что мешает вот этому маленькому нашему эго-сознанию, этот термин сегодня звучал, этому прекрасному внутреннему миру. Нет никакого разрыва между сознательным и бессознательным уровнями. Все чувства, переживания написаны на лице ребенка, он прозрачен для самого себя и для нас. Глубинная часть его психики, которую в полном смысле еще даже нельзя назвать бессознательным, открыта его сознанию, и вся эта целостная прозрачность соприкасается с тем, что Юнг называл коллективным, бессознательным. мы же назовем это просто духовным миром. Соприкосновение происходит через то, что мы обычно называем интуицией. Думаю, что у ребенка это просто тотальная открытость, которая потом трансформируется в интуицию. И так, через интуицию человек, находящийся в прозрачности, улавливает тот тонкий мир, который является для верующего человека совершенно реальным. Мир, в котором работают иные законы, время там может остановиться, ускориться, расшириться, обернуться, вспять, исчезнуть. Пространство также может свернуться, сжаться, его можно перескочить, над ним можно воспарить и так далее. Здесь физика переходит в метафизику. Категории добра и зла обретают вполне реальные формы. При этом зло может принимать облик добра и неискушенному в этом плане человеку довольно легко принять одно за другое. В духовной литературе это называется развлечением духов. Святые отцы учат остерегаться грубого проникновения в этот мир, поскольку несведущий человек не готов к такой встрече. Это может быть крайне опасно как для его души, так и для его психики. И он описывал мир коллективного бессознательного как мир порожденный и наполненный коллективной психической энергии. Правда, ему же принадлежит иная трактовка. Коллективное бессознательное это преисподнее, на которое возвышаются острова божественных архетипов. Верующему человеку вполне понятен такой образ, хотя он вполне спорный. Психка не имеет прямых отношений с этим миром, с этой реальностью. Погружение в этот мир, постепенное познание его, это особый молитвенный путь, на котором новичка должен сопровождать опытный старец, молитвенник, проводник. Об этом много написано у святых отцов, и это выходит за рамки компетенции психологии, поэтому нас больше интересует то, что происходит выше. А выше пока все замечательно, никакого расщепления, раскола, верхние слои психики гармонично взаимодействуют с глубинными слоями, экзистенциальными чувствами и переживаниями. Но эта гармония оказывается довольно хрупкой и недолговременной. По многим причинам среда может восприниматься ребенком как угрожающая, агрессивная, причиняющая боль. Это может быть результатом реальной прямой угрозы, когда ребенок растет в дисфункциональной, нездоровой, агрессивной среде. Не хочется даже рассказывать эти примеры в этой прекрасной аудитории, но этот пример, который я приведу, один из самых стандартных. Я то, что иногда слышу от людей, это даже страшно пересказывать. Одна пациентка рассказывала, что пережитая ею в пятилетнем возрасте, ситуация застряла застряла в ней на всю жизнь. Ее папа сильно пил, был запойным алкоголиком. Маму в этот момент положили в больницу. Бабушка жила в другом районе Москвы, довольно далеко. Ребенок находился дома с отцом, который стал резко напиваться и входить в запой. Он начал кричать, крушить мебель, и вот он вышел на балкон, и девочка закрыла балконную дверь на ключ. Конечно же, отец стал буянить, пытался разбить стекло. Ребенок позвонил в ужасе своей бабушке. Та сказала буквально следующее, причем эту фразу эта женщина помнит наизусть. Дай ему через форточку бутылку водки, дверь не открывай, ложись спать, я утром приеду. Подобных историй, к сожалению, как я уже сказала, можно привести довольно много, и, конечно, речь здесь идет о чудовищной, угрожающей здоровью ребенка агрессии. Мир становится для малыша местом, где происходят ужасные вещи. Но бывают ситуации, когда травматизация происходит и в случае попытки защитить ребенка от проблем. Все, о чем я говорю, это выражено этими малоприятными черными стрелочками. От одной пациентки я услышала следующее. Это часто воспроизводящаяся в ее детстве ситуация, ситуация ссора ее родителей, которые часто регулярно выясняли отношения на кухне. Ребенок, как правило, был в своей комнате. Родителям казалось, что факт физического отсутствия девочки вполне достаточен. Тем не менее, бедный ребенок, притворяясь спящим, лежал в своей комнате, в темноте, уставившись в стену. Девочке казалось, что эта стена будет пробита насквозь кулаком отца, который в порыве гнева периодически ударял по ней, находясь на кухне. Иными словами, даже попытка защитить психику ребенка не уберегает чувствительный, восприимчивый, нежный мир ребенка от боли и страха. Бывают и совершенно нейтральные ситуации, когда происходящее бьет по психике ребенка лишь на том основании, что ребенок существо тотальное, законно-эгоцентрическое. Все, что происходит вокруг, он, как правило, воспринимает на свой счет. Многие взрослые люди, вспоминая развод родителей или болезнь кого-то из близких, говорят следующую фразу «Это все произошло из-за меня». Именно так они запомнили свое место в происходящем. И это место центральное. Я виноват, что родители развелись. Я виноват, что мама заболела. Я виноват, что дедушка умер. Я не слушался, не убирал игрушки, поэтому все это и произошло. Конечно, в этой логике нет логики. Но это совершенно понятно с психологической точки зрения, учитывая тотальность восприятия ребенком происходящего. И так мир воздействует на психику и приносит не только радостные, но и безрадостные, а порой и ужасные вещи. И вот начало расщепления. Сейчас мы немножко подробнее о нем поговорим. Что психка делает с происходящим? Как девочке лечь спать, когда на балконе восьмого этажа буянит отец? Как другой девочке, слушавшись ссору родителей сквозь стену, около которой стоит ее кровать, заснуть, и наутро проснувшись, продолжать улыбаться и радоваться жизни? Ребенок ничего не может изменить. Он не может повлиять на эту ситуацию. Уйти или оставшись предпринять что-то по защите своей жизни, своего я. Как раз воспользуюсь паузой. Он ничего не может сделать, зато многое может сделать его психика. Она блокирует пугающие ситуации, вытесняя в бессознательные мучительные переживания, порожденные происходящим. Так формируется особое внутреннее пространство, о котором писал Фрейд. Вот это опыт боли, который вытесняется в это пространство, которое и описывал Фрейд в своем психоаналитической теории. Фрейд образно описал, что вытесненные переживания не лежат там, как груда мусора. Они клокочут в нашей душе, пытаясь вырваться на волю. Они хотят вернуться в сознание. Они требуют завершения, но что может совершить детская психика? Она может пока только защищаться единственно возможным способом, вытесняя то, что пугает, то, что заставляет страдать. Надо сказать, что этот процесс продолжается и во взрослом состоянии. Человек научается вытеснять все, что его ранит. Правда, в детстве он делает это, чтобы сохраниться. А во взрослом состоянии это может относиться к чему угодно, к тому, что просто затрудняет жизнь, требует неких усилий. И так, для того, чтобы удерживать вытесненные переживания вне сознания. Психика создает мощный пласт защитных механизмов, запирающих травматический опыт в бессознательном. Вот это серенькая такая бетонная заслонка. Фрейд наиболее точно описал этот механизм, потому и назовем эту часть внутреннего пространства бессознательным по Фрейду. И воспользуемся именем Карла Густава Юнга, обозначая другую часть бессознательного, которая лежит глубже и наполнена глубокими переживаниями, экзистенциальными состояниями, способностью к трансцендированию. Эта часть бессознательного соприкасается с коллективным бессознательным, как я уже говорила, через интуицию. Итак, мы видим картину того самого расщепления психики, который является фундаментом многих будущих психологических проблем. Это расщепление лежит в основе искаженного восприятия, поскольку нарушается целостность. Человек теряет истинную связь между чувством, мышлением и действием. Утрачивается связь с реальностью подлинных переживаний. Человек погружается в мир кривых зеркал, ложных объяснений, ложных оправданий. Отсюда впоследствии вырастают различные формы невротических расстройств, невротической религиозности, социального конформизма и многих-многих других психологических проблем. С точки зрения психоанализа человек состоит из «Я» и «Оно». И, соответственно, эту часть внутреннего пространства мы и назвали бессознательным по Фрейду. Фрейдовский призыв на месте «Оно» должно стать «Я» имеет большую ценность. Действительно, сам факт осознания того, что было вытеснено когда-то, является целебным, необходимым для формирования зрелой личности. Однако для Фрейда этим уровнем глубины человек вполне исчерпывался. Для Фрейда человек представил собой вот всего-навсего вот это. Но для Франкла, Юнга и других психологов, пытающихся смотреть в глубину человеческой личности, человек имел совершенно иные масштабы. Юнг говорил о глубинах человека, явно превосходящих Фрейдовский формат, а Франк говорил о его вершинах. Объединим глубины и вершины заключив их в определении внутренний человек, предложенный святыми отцами. Внутренний человек это человек духовный, открытый себе, миру, в пределе Богу. Внутренний значит живой, подлинный, предстоящий жизни всерьез, готовый к встрече с реальностью. Однако между богатством, о котором мы говорим, и нашим сознанием встает в то самое Фрейдовское я, вот между этим осознающим себя и вот этим глубинным пространством вот находится вот эта травматическая часть с его травматическим вулканом и бетонной заслонкой защитных механизмов. Что же остается современному человеку? Вот это небольшое пространство психической жизни, о котором человек говорит. Это я. И это я сегодня хочет одного, завтра другого. Сегодня дает обещания, завтра их отменяет. В случае религиозной веры это я исповедует одни и те же грехи, год за годом их воспроизводит. Это я обижается на своих крошечных детей, предъявляет претензии со своего порога до детства глубоко пожилым родителям. Именно это я считаю, что в состоянии простить и понять, однако это прощение абсолютно поверхностно и не затрагивает глубины, не имеет отношения к перемене ума и сердца. Список этих поверхностных переживаний можно дополнять до бесконечности. В любом случае очевидно, что мы говорим об определенном уровне инфантильности. Это отнюдь не детская открытость, непосредственность, незащищенность, доверия, столь свойственное ребенку. К этому состоянию вряд ли можно отнести призыв Христа будьте, как дети. Напротив, речь идет о том инфантильном я, для которого весь окружающий мир превращается в оно, вспомним Мартина Бубера. И пока я это всего лишь привычный набор автоматически воспроизводимых привычек и реакций, то нас будет окружать лишь оно, как проекция наших собственных вытесненных страхов и нужд. В такой ситуации довольно мало шансов, что мы сможем увидеть мир таким, каков он есть, и увидеть другого человека, сострадать ему и любить его. И это совершенно понятно, ведь с другим мы общаемся точно так же, как с самим собой. Лишь интегрируя утраченные части себя, возвращая себе полноту, красоту и масштаб доверенного нам Богом, мы способны увидеть мир и другого человека не как собственное отражение или продолжение, а как реальность и уникальную ценную личность. потому серьезная терапия призвана к тому, чтобы помочь человеку для такой ясности, в общем, картинки, в которой очень часто живет современный человек, он отрезан от себя самого, от этой подлинной собственной глубины, не хочется на ней долго останавливаться. Конечно, серьезная терапия призвана к тому, чтобы помочь человеку обрести целостность. И, конечно же, работа с вытесненными болезненными переживаниями травматическим опытом имеет огромное значение. Однако классический психоанализ и его терапевтические производные сводят задачу терапии главным образом к тому, чтобы вернуть вытесненные переживания в сознание. Это, конечно, приносит эффект, поскольку ослабевают защитные механизмы, но интегрируется лишь поверхностный слой бессознательного, поскольку контакт с экзистенциальной духовной реальностью не рассматривается как главная цель работы. Нередко этот уровень вообще обесценивается и трактуется как невротическая сублимация, что, безусловно, наносит человеку серьезный личностный ущерб, поскольку лишает его связи с глубоко экзистенциальными духовными переживаниями, такими как вера, любовь, милосердие, сострадание и, конечно же, прощение. Христианская психология раскрывает потенциал этой глубины человеческой психики, теперь уже хочется сказать, души. Она пробуждает к жизни эти ядерные сущностные силы, помогая человеку услышать в себе его голос. Она движется сверху и из глубины, с одной стороны возвращая в сознание вытесненной травмы, с другой стороны апеллируя к ресурсам глубинной психики, к ресурсам души. Если удается получить вот такой результат, который мы видим на этой схеме, можно считать, что задача психотерапии почти завершена. Боль, которая была погребена в человеке и обретает право на голос. Все вытесненные негативные чувства, гнев, обида, тоска, одиночество, страх, ужас возвращаются в сознание, им позволяют быть. С ними оказывается возможно встретиться, и оказывается с ними можно что-то делать. Слезы можно выпалкать. Одна девушка плакала в терапии месяц, она даже стала жаловаться на то, что не может остановить свои слезы. Вы плакали? Раньше спросила я ее. Она ответила, никогда. По крайней мере, я не помню себя плачущей, сказала она. Может быть, вы дадите право выплакать себе те слезы, которые вы накопили за всю вашу жизнь, предложила я. И действительно, через какое-то время слезы остановились, будто бы кран выключили. Это море слез, которое плескалось в ее бессознательном, вылилось через опыт встречи со своей болью. Также можно признать и принять иные негативные чувства не из беспомощности и безысходности порой детской позиции, а из взрослой, сознательной, личностной позиции. Таким образом, человек преодолевает психологические защиты, встречаясь с тем, что когда-то воспринималось как нечто невыносимое, разрушающее мое я. И здесь огромную роль играет прощение самого себя и примирение с самим собой. Можно в известном смысле сказать, что прощение и примирение другого напрямую связано с прощением и примирением с собой и собственной судьбой. В результате мы перестаем защищаться от этой реальности, она перестает восприниматься нами как разрушающие и болезненные. Мы перестаем спрашивать или требовать от жизни соответствия нашим планам и ожиданиям. Мы обретаем силы для ответа на вопросы жизни. И тогда мы действительно способны простить, понять и принять другого человека таким, каков он есть. Мы даем ему право быть так же, как даем ему право быть самим себе. И здесь открывается возможность подлинно духовной жизни, бытия перед лицом Бога. Это трезвая, зрелая, свободная и ответственная жизнь, которая не обещает быть легкой, но, несомненно, будет богатой и подлинной. И частью этого богатства становится тот самый опыт, который мы извлекли из небытия, точнее, из темноты и вывели на свет сознание. И оказывается, что то, что мы воспринимали как несчастье, потерю, неудачу жизни, превращается в огромный ресурс. В моем терапевтическом опыте, слава Богу, очень много случаев, когда люди благодарят Бога и судьбу за те мучительные испытания, которые им пришлось преодолеть, которые недавно воспринимались как ужасные и трагические. Этот удивительный личностный прорыв всегда поражает. наши травматические переживания трансформируются в опыт преодоления собственного страдания, в опыт принятия и примирения со своей судьбой, открывая человеку путь к состраданию, к милосердию, к прощению и глубокому уважению к тайне судьбе другого человека. И в этой встрече с самим собой, и в этой открытости другому, без предубеждений, без рамок, всегда присутствует Господь. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Наталья Владимировна и Борис Сергеевич. Теперь можно задать вопросы обоим докладчикам. и у нас, в общем, это последний доклад, поэтому я думаю, что наша дискуссия не очень ограничена во времени. Вопросы, комментарии? Я тогда начну, используя опять же свою привилегию. Мне хотелось бы спросить о проблеме памяти, то есть как и психотерапевты, и может быть священников, все-таки они сталкиваются с этой проблемой памяти, и прощение часто связаны с проблемой забытия, забывания. То, что ваша схема показывает, это что на самом деле вспоминать это нужно. Хотя часто бывает, что хочется очень многое забыть, и на самом деле оно забыто. с вашей точки зрения, в чем парадокс? Вернее, как этот парадокс объяснить, что воспоминание о каких-то травмах может быть целительным? Большое спасибо, Ирина, за вопрос. Я с позволения Марии Сергеевичу начну ответ. С примера. Я однажды работала с довольно известным таким сатириком, которого, строго говоря, конечно, он не пришел сам, его привела жена, как это часто бывает, жалуюсь на то, что он очень мрачен дома, мрачен и совершенно не контактирует с своими детьми и с ней. И он в свойственном, ему, так сказать, такой свойственной манере, саркастической, на вопрос что-то помните вы вообще из своего детства, прошлого, он так отрезал. Я ничего не помню из своего детства, у меня вообще его не было, сказал жестко он. Я не стала настаивать, как-то разговор наш пошел уже в русло актуальной жизни, действительности, и вдруг в разговоре он сказал, вспомнил, странно, но вспомнил. Мне было пять лет, и моей бабушке, которая очень часто оставалась со мной наедине, был специфический способ воспитания. Когда я шалил, она падала на пол и притворялась мертвой. Я, говорит, помню, помню свой ужас в первый раз. это говорил человек, который ничего не помню пять минут назад. Я был в ужасе, потому что я решил, что она действительно умерла. Но потом, когда я перестала шалить, она встала, эта история продолжалась, на какой-то третий или четвертый раз, после аналогичного педагогического воздействия, когда бабушка легла на пол и притворилась мертвой, он сел на нее верхом, стал теребить ее за нос и хохотать. И когда я это все услышала, я поняла, что он в пять лет стал юмористом, уже в пять лет определился его профессией. Конечно, это была защита. И тогда стало понятно, почему он дома такой закрытый, он как бы эмоционально никого не подпускал, потому что, конечно, невозможно все объяснить нашими детскими травмами, но они как бы являются первым опытом, спусковым крючком этого процесса, который разрастается как маховик. И дальше я сделала то, что мы будем делать в субботу, я вспомнила о внутреннем ребенке, который живет в каждом и даже в таком защищенном и ничего не помнящем человеке, и спросила, чтобы он попытался сказать и сделать отношение этого пятилетнего мальчика. У этого монолитного мужчины, абсолютно эмоционально закрытого, выступили слезы на глазах, сказал, ну, я бы подошел, обнял его и увел, увел из этой странной комнаты этой странной бабушки. Мне кажется, что проблема памяти, вот, так сказать, с точки зрения, конечно, того, с чем нам приходится иметь дело, психологам, это прежде всего проблема вытеснения, это страх встретиться с чем-то, что ребенок запоминает как что-то очень тяжелое, и мне кажется, именно с этим связана проблема как раз сопротивления, это вот, может быть, здесь присутствуют психологи, они понимают, о чем идет речь, в процессе терапии очень часто возникает такой момент, когда человек не слышит и не хочет ничего делать, как бы он встает в некий ступор, это вот называют психологи сопротивлением, то есть такой некий саботаж, отказ от работы, и когда я стала работать с этой темой внутреннего ребенка, я как бы для себя разгадала этот странный феномен, эту точку остановки, когда человек подходит к тому, что его травмировало в детстве, он как бы наталкивается на собственные детские переживания, с которыми очень страшно встретиться, с которыми невозможно справиться, и только когда он разъединяется как бы немножко с этим внутренним ребенком, вспоминает, что он взрослый, что ему довольно много лет, и может помочь этой памяти, этой ядерной части своей души под названием внутренний ребенок, помочь любовью, пониманием, принятием, вот тогда происходит как бы какое-то переключение, да, и эта взрослая часть у нас, она преодолевает эту боль, этот страх, это детство, эту детскую беспомощность, и тогда работа идет дальше, поэтому я думаю, что когда мы чего-то не помним, то это как раз повод в это посмотреть как можно более внимательно, я думаю, что там часто отгадка того, что нас мучает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.